Игры, 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 игры. Хм, нужно что-то и про фильмы записать. Вон, наверняка многие из вас любят смотреть ужастики, так чтобы атмосферно было и со скримерами. Я, например, это дело обожаю и смотрю все фильмы подобного жанра. Да я вообще все фильмы смотрю, так что это не так уж и важно. Ну так вот, ужастики. За этот год вышло немало фильмов ужасов. Были и хорошие фильмы, и малобюджетные высеры, созданию которых даже никаких сил не прикладывали. И так как 2016 год подходит к концу, я решил записать свой топ 10 лучших фильмов ужасов 2016 года. Так что усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. И да, скримеров здесь, конечно же, не будет, и спойлерить я никого не собираюсь. Поэтому приятного просмотра. Первый фильм моего топа это «По ту сторону двери». Сюжет фильма рассказывает историю молодой и счастливой семьи, которая весьма неплохо устроила свою жизнь в Индии. Отец кормит семью, а мать сидит дома с детьми. И вот в один не совсем хороший день, забирая детей из школы, машина попадает в аварию. И слетает с моста в воду. Матери удается спасти свою дочь, а вот сын, к сожалению, ходит ко дну. Убитая горем мать не может прийти в себя, и свою помощь ей предлагает их домработница, которая говорит, что есть способ снова поговорить с умершим сыном и попрощаться. Для этого нужно отправиться на древнее индийское кладбище, провести там ритуал и ждать появления сына. Увидеться с ним нельзя, только говорить через дверь. Единственное предупреждение, это что бы ни случилось, ни в коем случае не открывать дверь. И я скучаю на маму. Оливер, где ты? Мученицы. Фильм от создателей таких топовых урастиков, как Астрал, Заклятие и Аннабель. Сюжет фильма рассказывает историю маленькой девочки, которую похитил злой дядька и издевался над ней на протяжении долгого времени. Но однажды девочке удалось сбежать. Она спаслась и попала в детдом, где обзавелась лучшей подругой на всю жизнь. Но кошмары и воспоминания продолжают преследовать юную особу. И вот уже в сознательном возрасте девочка вычисляет местонахождение своего обидчика, берет дробовик, средь белого дня вламывается к нему домой и сносит голову всей его семье. Осознав, что совершила, она звонит своей лучшей подруге и просит ее о помощи. Тут-то и начинается все самое интересное. Да что вам нужно? Ее дар, конечно. Мученицы Лес призраков. Сразу скажу, что это далеко не лучший ужастик этого года, но парочка моментов мне все же понравилась. Именно поэтому я добавил его в свой топ. Итак, сюжет фильма рассказывает историю двух сестер-близняшек. Одна проживает в Америке и ведет обычный образ жизни. А вот другая решила попутешествовать и отправилась жить в Японию. Жизнь у сестренки не особо складывается и вот однажды она исчезает. Последний раз ее видели входившую в лес призраков. С тех пор ее никто не видел. А пропавшей девушке сообщают ее сестре. И та прилетает в Японию, дабы отыскать свою непослушную сестрицу. Лес призраков известен своими мрачными историями и старыми легендами. Тот, кто заходит в этот лес без сопровождения, больше никогда не возвращается. Ну и еще туда постоянно ходят самоубийцы, ведь лучше места для этого им не найти. Именно в этот лес и отправляется главная героиня, чтобы найти свою сестру. Кукла. Сюжет фильма рассказывает историю молодой девушки, которая сбегает от своих домашних проблем и отправляется в Англию. Работать няней в семье богатых и состоятельных стариков. Приехав на новое место работы, она узнает, что старики с головой-то не особо дружат. И ухаживают не за живым своим ребенком, а за простой куклой. Уделяя ему столько же времени, как живому. Их настоящий сын погиб много лет назад. И утешение они себе нашли именно в этой кукле. Но с убитыми горем родителями спорить бесполезно. Да и деньги за работу платят немалые. Еще и проживание в таком роскошном доме прилагается. Героиня естественно соглашается. Но со временем ей предстоит узнать, что она совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. И что эта семья скрывает еще очень много тайн. Кукла. Вы позаботитесь о нем? Запрос в друзья. И нет, это не то говно, где сидят друзья в скайпе, потом кого-то убивают, все начинают кричать. И все действия фильма показаны с экрана монитора. Это другой фильм про социальные сети и опасных друзей. Сюжет фильма рассказывает историю молодой девушки. Ведь снимать ужасы про какого-нибудь парня сейчас, ну, вообще не модно. Ладно, вернемся к девушке. Типичная старшеклассница, любительница селфи и завсегдатая фейсбука. Живет и наслаждается жизнью. Но вот однажды в их класс приходит новенькая, чья внешность устарела лет так на 10. Потому что готы уже не в моде. У новенькой нет друзей и все ее избегают. Она всем рассылает заявки в друзья, но добавляет ее только наша главная героиня. После добавления в друзья новенькая решает, что теперь они стали лучшие подруги, не разлей вода, вместе навсегда и так далее. И начинает всячески надоедать главной героине своими постоянными сообщениями и попытками поговорить в школьное время. Такое активное внимание героине надоедает. Она пытается удалить новенькую из друзей и говорит, что больше не хочет с ней общаться. Новенькая такой стресс пережить не может и решает повеситься. Перед своим уходом в мир иной она все снимает на камеру, выкладывает в интернет и обещает отомстить своей обидчице. Заброс в друзья. Сомния. Сюжет фильма рассказывает историю семейной пары, которая не так давно потеряла своего ребенка. Чтобы прийти в себя после случившегося и вновь почувствовать себя родителями, они усыновляют себе мальчика. После нескольких дней совместной жизни родители замечают, что с ними ночью происходят странные вещи. К ним приходит их погибший сын. Чудо не иначе. Спустя еще несколько дней родители узнают, что их новый сын ночью почти не спит и от усталости засыпает на уроках. Углубившись в проблему ребенка, мальчик рассказывает, что все его сны оживают. И оживают не только приятные сновидения, но и самые страшные ночные кошмары. Всем, кто находится с ним рядом, угрожает серьезная опасность. Нет! Я не сплю! Я не сплю! Я не сплю! Я не сплю! Сомния! И гаснет свет. Сюжет фильма рассказывает историю молодой девушки, которую в детстве постоянно мучили кошмары. Она устала от всего этого и после совершеннолетия съехала от своей матери, но оставила с ней своего младшего брата. И вот спустя время младший брат тоже начинает страдать от тех же самых кошмаров. Дочь обвиняет свою мать в том, что Таня уделяет времени своему сыну и забирает ребенка себе. Но оказывается, что кошмары, от которых она страдала в детстве и кошмары, от которых страдает ее брат сейчас, вовсе не кошмары, а вполне реальная угроза, которая живет в тени и убивает всех, кого сочтет нужным. Заклятие 2 Продолжение истории исследователей паранормальных явлений. На этот раз Эду и его жене предстоит навестить многодетную семью, в чьем доме поселился злой старый призрак, который пугает девочек и не дает семье спокойной жизни. В процессе помощи несчастной семье Эд и его жена узнают, что призрак это далеко не самое страшное, что может скрывать этот дом. И опасность угрожает не только его жителям, но и всем, кто переступит порог этого дома. Увиджи. Проклятие доски дьявола. Сюжет фильм рассказывает историю матери-одиночки с двумя дочерьми, которая зарабатывает на жизнь, проводя спиритические сеансы. Делает она все это, конечно же, не по-настоящему, и обманывать людей ей помогают ее дети. Но вот однажды в ее руки попадает та самая доска дьявола. Детям становится интересно, и они решают провести с ней пару сеансов. Но что-то идет не так, и дух вселяется в младшую дочь. Совсем скоро мать узнает, что общение с мертвыми это вовсе не выдумки, и ей предстоит столкнуться с этой угрозой лицом к лицу. Да. Увиджи. Проклятие доски дьявола. Ну и последний фильм моего топа я посмотрел совсем недавно, и он вызвал у меня очень много разных эмоций. Несмотря на то, что фильм не особо-то и страшный, да и ничего паранормального в нем нет. Итак, фильм «Не дыши». Сюжет фильма рассказывает историю трех подростков, которые зарабатывают на жизни тем, что обчищают дома богатых людей. Делают они это профессионально и не оставляют за собой следов. Но рано или поздно нужно ведь с этим заканчивать и приступать к нормальной жизни. Поэтому трое друзей решаются на последнее дело, где якобы они смогут урвать большой куш и обеспечить себе отличное будущее. Для достижения этой цели им всего лишь нужно ограбить слепого старика. Идя на дело, ребята даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. Ну а на этом все. Это были 10 лучших фильмов ужасов 2016 года, по моему скромному мнению. Пишите в комментарии, какой фильм ужасов этого года вы считаете лучшим. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы здесь впервые. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok